Всем огромнейший привет! Очень рад быть снова с вами. Сегодня, как всегда, у меня обзор покупок. Конечно же, покупки будут такие более стирально-мыльные, потому что много чего уже позаканчивалось. И за это я решил показать все-таки, что же я приобрел в Велл Маркете. К сожалению, конечно же, я провтыкал по поводу чека. Я забыл, что я буду снимать и выбросил чек. Но цены, то, что может быть что-то я вспомню, то я по поводу цен вам смогу сказать. Потому что так без чека, конечно же, немножко сложно. Но я надеюсь, что я справлюсь с этим заданием. И давайте приступим. Не буду я вас томить. И первое, что я хочу вам показать, это, конечно, одноразовые полотенца. Они идут вот в таких вот упаковках. Они намного дешевле. Такие вот полотенца. В упаковке 160 штук. Я их очень люблю. Такие вот кухонные полотенца. Кстати, очень хорошее качество. Не какая-то такая, знаете, бумажка, что она просто в руках разлазится и тому подобное. Очень такая, кстати, и плотная. Так что я очень довольный. И плюсы. Ну, даже покажу, чтобы было даже видно. Вот. А как показать вам? А как показать? Потому что упаковку я не рву. Потому что здесь можно просто, типа, как доставать одну салфетку. И потом, вот видите. Главное, надо просто, что начать. Вот. Достал. Вот такие вот салфетки. Вот. Они хорошие. Вот. Так что люблю таким и вытирать. Вот. Вот так вот доставал. Вот. Так что решил приобрести сразу две упаковки таких салфеток. Получаются такие салфетки и шли по, если не ошибаюсь, по 28 гривен 4 копейки. Вот. Где-то так. Ну, и в сумме получается более, наверное, 56 гривен 8 копеек. Где-то такого рода. Так. Поехали дальше. Сейчас я эту бумажку держу в руках. Вот. Порванную. Так. Следующее, что хочу показать. Я просто даже не знаю, с чего прям тут здесь начинать. А, наверное, я начну из отбеливателей. Кстати, очень была хорошая цена. Я решил приобрести. Почему бы и нет. Это идет вот такой вот отбеливатель. Ваниш Огдси Экшион. Это идет у нас для белых тканей. Вот такая вот упаковочка. Здесь у нас присутствует 450 миллилитров. Вот. Я такие штуки люблю. Действительно, вот именно ваниш хорошо отбеливает. И была очень хорошая цена. Там была акция на эти ваниши по 450 миллилитров. И, если не ошибаюсь, стоили они 68 гривен 80 копеек. Что-то такого рода. Так что, действительно, очень была хорошая цена. То, что я решил взять и для белых, и также решил взять и для цветыных тканей. Тоже 450 миллилитров. Они все и шли по такой вот акции, по такой вот цене. Так что, как же не приобрести. Такая штука в доме всегда нужна. Без этого просто, но никак. По-другому. Следующее, что я приобрел. Я решил приобрести. Вообще, я кондиционеры для белья. Я просто-напросто не люблю. Потому что для меня кондиционеры, они перебивают аромат. И потом, когда ткань, ну, одежда высыхает, все равно ощущается аромат кондиционера. Даже когда ты наносишь парфюм, да, и тому подобное, все равно кондиционер перебивает аромат. Из-за этого, чтобы не ходить, как клумба кондиционерская. Вот. И я кондиционер не добавляю. Всегда использую просто стиральные порошки. И на этом все. Но я решил приобрести. Это идет такая вот серия Силан. Думаю, всеми известная. Это идет именно не кондиционер. Это идет смягчающий продукт, да, для смягчения ткани. Это получается для полотенец, для белья постельного. Вот именно таких вот родов, и также, или, допустим, пледов, что связано, что хочется, чтобы более он был мягкий, приятный на ощупь, то, конечно же, вот такие вот смягчающие продукты обязательно нужны. Но он, конечно же, и плюс еще дополнительно идет, как и кондиционер, потому что он очень пахнет. Кстати, очень вкусный, приятный аромат. И то, что я очень люблю, что не навязчивые ароматы. Вот, ну, аромат, вы знаете, такой вот именно легкий, приятный. Сам такой вот белый идет. Ну, такой вот нежный, даже какой-то немножко свеженький, но приятный, вкусный аромат. Не химозный, не задыхающий и тому подобное. Так что я решил приобрести, потому что, ну, как же не приобрести, тоже была хорошая цена на этот продукт. Вот, и стоил он 95 гривен, 50 копеек. Здесь присутствует 600 миллилитров. Вот, это тоже было по акции. Ну, суперцены. Я же всегда что-то ищу по суперценам. Потому что, если так посмотреть, там просто цены космос, что хочу сказать. Это просто что-то с чем-то. Также я еще решил приобрести, просто вот как-то ходил, хотя у меня и так достаточно жидких мыл. Вот, даже если нет жидкого мыла, я могу вместо жидкого мыла добавить гель для душа, да, и использовать как жидкое мыло для рук. У меня этого, слава богу, хватает. Ну, Игорю вот захотелось. Вот, в глаза мне упала такая вот штукенция. Это изготовитель у нас идет. Это немцы выпускают такое. Вот, это идет такое вот именно жидкое мыло для рук с ароматом. Боже, аж подавился, потому что так вкусно выглядит. Это что ж такое? Первое, это, короче, с ароматом манго и киви. Ну, вот захотелось мне вот такое вот шикардосный жидкое мыло для рук. Здесь присутствует 560 грамм. Ну, и плюс, ну, видите, просто что получается 460 в упаковке. И плюс в подарок идет еще 100 грамм. И за это 560 грамм. Так что, ну, как же не приобрести. И еще плюс была очень хорошая цена. Стоил он всего лишь 25 гривен. Ну, как же за такую сумму не купить вот такое вот жидкое мыло для рук? Ну, как это? Так что, во-первых, что тоже удобная упаковочка такая, да. Можно любую спокойно перелить в баночку. И никаких проблем. Так что классные. Я очень доволен. Ну, конечно же, по поводу аромата я пока еще сказать не могу. Потому что я еще не открывал. Но потом, если что, в пустых баночках обязательно я вам расскажу. Потому что я, конечно же, перелью в бутылку, да. Не будет она в этом. И, понятно, потом же расскажу, как мне вообще по качеству. Как этот идет у нас аромат. Потому что все-таки я надеюсь, что германские, ну, продукты из Германии, я надеюсь, что они будут неплохие. Почему бы и нет. А еще такая просто что цена. Шара Плис 25 гривен. Это вообще просто супер-пупер. Также я еще решил попробовать. Тоже по супер-цене. Конечно же, даже по супер-цене. Оно немножко дороговастенько. Но оно по супер-цене, ну, это я уже так, знаете, по каталожным, как говорю, супер-цене, да. Но там такая вот именно просто скидки такие вот идут. Но решил я попробовать. Почему бы и нет. Идут такие вот капсулы в виде цветочков. Савекс называется. Супер капс. Это именно идет у нас 15 таких вот капсул в виде цветочка, да. Это идет у нас для белых тканей. Ну, и получается упаковка на 15 стирок. Так что из-за этого я решил попробовать. Почему бы и нет. Я думаю, все вы знаете, как пользоваться, да. Бросаете в стиральную машину такие вот капсулы. Так что из-за этого я решил. И в капсулы идет 19 грамм в каждой. А и в 15 штук получается всего 285 грамм в этой упаковке. Ну, я же говорю, что если бы это было бы шараприз, было бы круто. Но цена, конечно же, немножко кусь-кусь. Ну, вот захотелось мне попробовать. Стоит они, если не ошибаюсь, 156 гривен. Где-то 20 копеек. Где-то такого рода. Так что это самые дешевые были капсулы, которые были по хорошей цене. Так что я решил попробовать. И решил еще одни тоже капсулы. Тоже этой же фирмы. Только приобрести именно для цветных тканей. Тоже такая вот капсула в виде цветочка. Тоже на 15 стирок. Вот. И такая же самая цена. Так что там еще была еще какая-то одна упаковка зеленого цвета. Но я не помню зеленого цвета, для чего оно было. Я просто решил, что все-таки я возьму. Или, может, универсальный. Не, вряд ли то универсальный. Там что-то, наверное, более для тех, кто страдает аллергией. Да, чтобы не было никаких аллергических реакций потом после стирки и тому подобное. Так что из-за этого я как-то вот все-таки решил взять отдельно для белых тканей и отдельно для цветных. Все-таки капсулы вот такие вот хочется попробовать. Почему бы и нет. Ой, куда это все положить? Вот. Где-то вот так. Так что, конечно же, цена не такая прям сильно бюджетная. Но они опять же были самые-самые дешевые. Ну и самые дешевые по цене. Потому что там остальные все подороже. И изготовитель мне интересно. Кто же у нас здесь изготовитель? Изготовитель. А изготовитель у нас... Фиг его поймешь. А кто тут изготовитель? Я еще ж такой, я ж слепко. Я могу и не увидеть изготовителя. Если не ошибаюсь, это идет... Если не ошибаюсь, это вроде Польша. Если не ошибаюсь. Точно говорить не буду, но вроде бы, потому что я вижу буквы польские, то мне кажется, может это Польша. Кто его знает. И последнее, что я решил еще приобрести, это жидкий стиральный порошок. Но это уже точно знаю, что это изготовитель у нас идет. Опять же, Германия. Идет вот такой вот стиральный жидкий порошок. Здесь идет 2 литра. И, кстати, очень была хорошая цена в большую упаковку. Там было 5 литров. Стоило всего лишь 178 гривен. Очень хорошая цена. Но я решил пока не приобретать большую упаковку. Я решил взять пока 2 литра. Почему? Потому что проверить, как этот будет стиральный порошок себя вести. Он идет для... Ну, он более идет так, знаете, универсальный. Он даже подходит как для цветных, так и для белых и черных тканей. Так что он более такой универсальный. Из-за этого, думаю, возьму вот именно пока такую вот упаковочку. А потом, если мне он понравится, то я возьму уже 5 литров. И такая упаковка шла по очень хорошей цене. 78 гривен и где-то 45-43 копейки. Ну, не так уж и дорого. Я же говорю, что... Потому что из-за этого я думаю, что возьму пока на пробу такой. Ну, вот. Очень будет интересно. Так что вот так. Так что, видите, тут можно разное. И для цветных, и я же говорю, и для белых, и для черных. Какие хотите. Так что, надеюсь, что мне понравится и будет просто супер-пупер. Так что, вот такие были у меня небольшие покупки. Но по цене, конечно же, немножко так чуть-чуть кусь-кусь. Ну, я думаю, если вы вот слушали меня, какие цены, я думаю, вы, ну, вы, может, подсчитали, и вы уже поняли определенную сумму, на какую я сделал этот заказ. Потому что, честно, ну, заказ, покупку. Вот. И за это просто, что я же говорю, я не помню, потому что я, к сожалению, чек выбросил. Ну, так бывает у меня такое. Особенно, когда как-то то туда, то сюда, и как-то оно у меня просто с головы вылетело. Так что, все, мои хорошие. Спасибо огромнейшее, что вы были со мной. Надеюсь, было интересно. Может быть, и полезно. И, как всегда, до новых встреч. Всем пока-пока. Продолжение следует.